200 лет отработок. Работали деды, потом ходила драга. Сам поселок неожиданный, построен на дражных ходах и отвалах. Артель старателя Хакайса разрабатывает участок по соседству с поселком, попутно занимаясь зачисткой старых отработок, доставшихся от прежних владельцев участка недр. Здесь знают, как обустроят нарушенную территорию и делают это вместе с коренным населением. Руководство артелей Хакайса и главные специалисты постоянно встречаются с администрацией, жителями и активистами-экологами. Лес на землях добычной лицензии перерабатывают полностью, не оставляя порубочные остатки. Специально приобрели оборудование, которое из щепы коры и сучьев делают топливо для нужд теплицы. На лесопилке трудятся представители местных малочисленных народов, шорцев. Также они работают в теплице и на высадке растений. Было такое принято решение попробовать построить тепличный комплекс на участке, чтобы обеспечивать свой участок, соседние участки, ну и в принципе участки холдинга. Своими свежими овощами, выращенными у себя на участке. Мы привлекали специалистов где-то своими силами из числа местного населения, то есть и общими усилиями добились на данный момент такого результата, то есть усажены саженцы у нас. То есть о результатах будем судить буквально, может, через месяц. Работа с местным населением, опять же, с людьми. Мне нравится с людьми работать. Ну и, соответственно, увидеть результат. Ну вот мы присутствуем на нашем поле экспериментальном для наших саженцев. Вот имеем результат зеленый после зимы. Ну вот наблюдая своими глазами за ходом этого нашего небольшого эксперимента по высаживанию на данной территории саженцев, мы хотели же посмотреть, с чем здесь можно работать, что приживется, что не приживется. Ну вот те культуры, которые мы выбрали именно в данных условиях этой местности, со всеми просчетами, расчетами, которые мы могли только вот предвидеть, просчитать. То есть грунт, завезенный грунт. Результат налицо. Ну, 99% перезимовало. И, соответственно, дали уже какие-то вот приростки. Это все растет. Значит, с этим материалом мы и будем работать здесь дальше на всей оставшейся территории, отданной под рекультивацию. Дадут нам сад в дальнейшем. Это рябина, облепиха, калина, смородина, ирга. Возможно, если появятся какие-то новые идеи, может быть, попробуем еще что-то высадить. Благо, территория у нас позволяет этим заниматься. Поэтому я думаю, мы на этом не остановимся. Мы пойдем дальше. Артиль Хакасия не только добывает золото в казну государства, но и активно берет на себя заботу о людях. Оказывает посильную помощь местному сельсовету и населению, как в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, так и по личной инициативе. Это многочисленная спонсорская помощь и благотворительная деятельность. Даже отстойники могут и будут служить людям. Надо лишь подойти к рекультивации с душой, а не для галочки. Спланировать, выположить берега, запустить ряскую рыбу, построить водные горки, домики для рыбаков. Мы занимаемся строительством малоэтажным, каркасным строительством, фахверковые дома строим. Зимой у нас не сезон, мало было работы зимой. Как-то сидел, придумывал разные проекты, что-то рисовал. Ну и придумал такой проект, как создать комплекс из баз отдыха в разных тематиках, в разных стилях. Понадобились инвестиции. А когда разговаривал с директором и поделился с ним своими идеями, он мне сказал, а вот мы как раз уже к твоей мечте сделали дорогу и провели электричество. Мы забываем золото в Хакасии. Ну, помимо золота, еще хотели бы там оставить какой-то след. Поехали посмотрим, покажу все. Ну, поехали посмотрим. Недолго думая, собрались в течение двух дней. Приехали сюда, в Николаевку, в Балыксу. Мне показали артель, показали золото добычу, показали эту поляну. Сказали, вот, давай здесь попробуем построить базу первую. Ну, хлопнули по рукам, начали строить в прошлом году. Вот за год семь домиков поставили. Но не в ключ еще. Каждый на своем этапе, да, вот первый уже скоро сдаем нам, буквально на следующей неделе. Последний еще там в течение месяца полутора будем доделывать. Ну, вот так и начали работать. Просто мне надоело строить однотипно, ну, одно и то же. Здесь я могу позволить себе какие-то реализовывать свои идеи, свое мастерство где-то показывать, да. То есть я могу фантазировать именно в строительстве, развиваться как специалист, расти. Ну, и мне нравится, что это востребовано, что это оставляет след какой-то. Приезжайте в Балыксу, в частности, в Николаевку. Вдыхайте к нам на базу. Скоро запустим. Будет все красиво, все бодро. Спланированная дорога значительно улучшит транспортное снабжение территории, что особенно важно для жителей. И в этом есть еще один плюс. Кармиар Телехакасия. Кармиар Телехакасия. Кармиар Телехакасия.